Мы не в силах всех ребят научить дисциплинам на пять, но мы обязаны каждого воспитать на оценку «отлично». Такого принципа придерживаются в 28-й казачьей школе Станицы Вознесенской. В учебном заведении стремятся сформировать мировоззрение настоящего казака, патриота. По похожему пути пошли и другие учебные заведения Кубани. И на научно-практической конференции собрались педагоги, готовые поделиться накопленным за годы опытом. В 2003 году мы открыли свой первый казачий класс. Очень трудно было, не было нормативных документов, не было ничего. Ну как бы шли все вслепую. За 10 лет мы наработали определенный опыт. И сегодня мы хотим поделиться с коллегами из Армавира, из Новокубанска, из нашего Лабинского района, чего мы достигли за 10 лет в своей работе с казачатами. На конференции присутствовали наряду с педагогическими работниками казаки из Лабинского отдела, города, района, а также из соседнего Ставропольского края. И виталий, соль от нашей казачьей школы. Проведение вот этой конференции подчеркивает еще раз значимость вообще проводимой работы именно в казачьем нашем направлении. И она имеет ведущую роль. У нас сейчас, вы видите, и в стране, и везде не хватает и, будем говорить, призывников в армию. Краснодарский край, он флагман, он первый в России, лучший по призывникам на призыве. То есть вот здесь как раз таки мы видим свою роль, свою, и будем говорить так, наша задача воспитать, чтобы они пошли действительно бойцами, так сказать, были бойцами, защитниками нашей Родины. Создано очень много, и как и в нашей стране, есть концепция, стратегия развития казачества. Есть соответствующие законодательства на краевом уровне, и у нас такого не так по-другому не может быть, потому что мы являемся флагманом казачьего движения во всей России, и другого пути у нас просто нет с вами. Хотел бы пожелать всем платформой работы, хороших результатов и воплощения их в жизнь. Выступающие на конференции затронули вопросы о целях и перспективах казачества в условиях современного образования, о реализации курса «Основы православной культуры» и даже о самоуправлении в казачьей школе. Почетным гостем конференции стал профессор Армавирской педагогической академии Сергей Лукаш. Он немало научных трудов посвятил заданной теме. Я занимаюсь тематикой казачества очень давно, еще в 1989 году стоял у истока возрождения казачества здесь, в городе Армавире, в Краснодарском крае. А научная работа ведет со мной тоже очень продолжительное время. И тот материал, который я нарабатываю при опоре на практику, он тоже необходим учителям. Школа номер 28 является базовой школой Лобинского казачьего отдела в организации совершенствования методико-методологической работы в классах казачьей направленности. Количество их растет, а методическая сторона зачастую оставляет желать лучшего. Цель таких конференций – обобщить опыт передовых учебных структур и заведений, которые занимаются этим вопросом, и понести его далее, распространяя уже непосредственно массы. Много на конференции говорилось о возрождении казачества. И посмотрев на детей, мы убедились, что эти речи не были голословными. Ребята с терпением и ответственностью будущих воинов стояли на посту в фойе школы. С гордостью показали кабинет с воссозданной казачьей хатой. Для учеников этой школы казачество стало укладом жизни.